Этот праздник придуман для того, чтобы привлечь внимание населения к здоровью почки. У нас почка не мой орган, то есть почка начинает болеть незаметно, она не дает никаких симптомов. И когда проявляется заболевание полным ходом, как говорится, помочь человеку бывает возможно, но качество жизни при этом очень сильно страдает. И у нас растет число больных с хронической почечной недостаточностью. Я о нем не знал, но я считаю, что это правильно, потому что многие люди не знают о том, что некоторые даже не заботятся о своем здоровье, не диспансеризируются, не наблюдаются у врачей. А потом ходят и думают, почему у меня все болит. Проходит акция на арбате «Здоровые почки». Тем самым мы с волонтерами хотим призвать вас вовремя лечить свои почки, также проходить диспансеризацию в медицинских учреждениях. И просто побольше обращать внимание на эти органы, ведь они очень важны. Особенно важно за состоянием почек следить людям, имеющим уже хронические сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертонию, сахарный диабет, потому что почки являются органом-мишенью, которые повреждаются и получают осложнение от этих заболеваний. Здесь вы можете ознакомиться с всей информацией. Если что, там есть врачи-консультанты, они вам могут все рассказать. Ой, спасибо большое. Пойду лечить свои почки. Хорошего дня! Настя, скажи, топ-5 вещей, которые нужно делать, чтобы почки не болели. Ну, во-первых, нужно правильно питаться, отказаться от вредных привычек, проходить регулярную диспансеризацию, заниматься физкультурой и одеваться в погоде, чтобы не было переохлаждения. Соблюдая 5 этих простых правил, вы точно будете здоровы. Антон Симонов, Владимир Попов, телекомпания АТВ. Продолжение следует...